Первое музыкальное издательство является крупнейшей российской компанией в сфере музыкального бизнеса. В этом лейбле состоят популярные артисты, такие как Дима Билан, Монатик, Алексей Воробьев и много других известных исполнителей. Я работаю с Первомузыкальным уже лет 10, наверное, как автор. То есть я пишу песни, и мои песни, собственно, авторские, собираются в Первомузыкальном издательстве. С недавних пор мы еще сотрудничаем, они как паблишер, они выпускают мои песни, размещают на площадках для скачивания. Мне все нравится, конечно, они классные, чудесные, как семья, моя музыкальная семья. На прошлой неделе лейбл провел традиционную вечеринку «Осень с Первым музыкальным», представив гостям своих молодых, но очень ярких исполнителей. Они рассказали, как им удалось попасть в число артистов издательства, поразив своим талантом и перспективами профессионалов. Очень понравилась наша музыка ребятам. Они сказали, мы хотим с вами работать. Мы сказали, конечно, мы тоже хотим. И вот так полюбовно, по дружбе, по семейному мы, можно сказать, сошлись. У меня как раз были записаны все песни для нового альбома танцевального «Бас». И я отправила ребятам просто просмотреть и ознакомиться. Им понравилось, предложили поработать вместе, и мы решили выпускаться. И вот я приехала сюда на вот такой маленький концертик, который устроило Первое музыкальное издательство. И на таком маленьком концерте я впервые, потому что никогда как бы не была здесь. И для меня это очень классно, выступить в такой атмосферной, можно сказать, караоке-баре. Это очень классно. Поддержать начинающих исполнителей и насладиться приятной дружеской атмосферой пришли коллеги по цеху. Я пришел увидеть сюда всех своих знакомых, всех своих знакомых артистов, знакомых друзей. Увидеть директора своего лейбла, увидеть своего директора концерта. В общем, увидеть всех. Я очень люблю эту команду, она мне очень-очень много дала. Поэтому я здесь на позитиве, на кайфе. У меня музыкальная семья, я занимаюсь этим с детства. Это моя мечта с таких вот лет. Поэтому я уже даже не помню, у меня в детстве было три сольных альбома. Поэтому да, у меня такой багаж достаточно большой. Молодежь это делает тренд музыки, потому что сейчас у них новое звучание, новый звук в их треках. И это сейчас цепляет аудиторию, цепляет слушателей. Поэтому то, что делает первое музыкальное издательство, это очень круто. Они поддерживают молодых исполнителей. Я этому очень рад. Ты уже состоишь в крутом лейбле, да? Какая у тебя следующая цель? Чего ты хочешь? Слушайте, да, я всегда так на эту тему говорю, что... Ну ладно, целей много, а так-то, по сути, я уже нахожусь на том пути, о котором я как бы всегда мечтала и к которому пришла там только к 27 годам своей жизни. А также в этот вечер специально для телезрителей Russian Music Box артисты открыли немало секретов. В конце сентября первый клип и сейчас вот второй клип вышел. Ну на заготовках еще очень много чего интересного. В этом году еще что-то будет новое? Да. Что это будет? Не могу сказать. Я не могу вам сказать, но будет... Открою секрет, что будет видеоработа. На какое произведение, которое слышали или которое еще не слышали, я не могу сказать, но вам эксклюзивно говорю, что будет видеоработа. Через 20 дней, даже меньше, мне кажется, выходит новая песня под названием «Дикая». Я пока не могу об этом говорить, но мне кажется, что эта дикая живет в каждой девушке. Поэтому очень танцевальная, очень душевная песня. В Бишкеке прошло торжественное открытие двух новых звезд на Аллее Славы. Одну звезду получила группа «Город 312» и вторую отдельную звезду – вокалистка группы Светлана Назаренко, она же Ая. Подробности в нашем следующем сюжете. Этот ноябрь зажигает звезды. Так, на Бишкекской Аллее Славы появились сразу две новые звезды. Одну звезду получила группа «Город 312» и вторую – отдельную звезду – вокалистка группы Светлана Назаренко, она же Ая, которая лично присутствовала на торжественной церемонии. Поддержать любимую группу в этот важный день, а также получить автограф и сделать селфи на память, пришли преданные поклонники творчества коллектива. Церемонии и автограф-сессия проходили возле торгово-развлекательного центра, на территории которого и находится Аллея Славы. Сама Ая была очень растрогана такой почестью. Она выразила благодарность поклонникам, коллегам, всему продюсерскому центру имени Игоря Матвиенко и родному городу. Ведь стоит напомнить, что большинство участников группы «Город 312» родом из Бишкека. Пообещала работать, как и раньше, на максимуме. Также Ая вспомнила коллег по цеху и своих друзей группу «Элис», которым не так давно была заложена такая же звезда. Закончила свою речь артистка словами «Мне очень жаль, что сейчас нет со мной рядом моих родителей». Напомним, что это уже не первые звезды в честь коллектива. Ранее в честь группы «Город 312» была заложена звезда на Аллее звезд в торговом центре «Красная площадь» в Новороссийске. В Москве в торговом центре «Райкин Плаза» открылся новый современный фудкорт. Чем могут полакомиться москвичи и гости столицы между шопингом? Смотрите в следующем сюжете. В торгово-развлекательном центре «Райкин Плаза» на четвертом этаже открылся новый современный фудкорт. Чем он так привлекает посетителей, узнаем прямо сейчас. У группы компании «Ташир» получилось создать просторную зону питания и комфортного отдыха после покупок. Это стало большой радостью для посетителей торгового центра. В этом году, летом здесь произошла реконструкция нашего фудкорта, увеличились сидящие места, поэтому каждый днем у нас, как видите, торговый зал полностью заполнен сидящими местами. Главный принцип организации работы нового фудкорта – вкусно и быстро. Благодаря чему гости наслаждаются высоким качеством блюд и самым оперативным обслуживанием. Я думаю, что цены здесь небольшие и довольно-таки сытно и вкусно кормят. А тебе что тут особенно такое нравится? Что ты тут заказываешь? Поскольку мы здесь неделю репетируем, я, получается, кушал самым первым здесь и в «Бургер Кинге» покушал. В ассортимент ресторанов и кафе включена еда на любой вкус – блины, бургеры, пицца, а также блюда азиатской кухни. Уютный фудкорт станет точкой притяжения для всех посетителей торгово-развлекательного центра. Ну, у нас, во-первых, все свежее, готовим под заказ специальные пепейджеры, чтобы люди не ждали. Мы отдаем заказы, они присаживаются, потом по специальному вызову приходят, забирают заказ. У нас все свежее, вкусное. А какое самое популярное у вас блюдо? Ну, у нас все вкусное. Смотрите, у нас воки, лапша. У нас бизнес-ланчи есть, есть три блюда, есть четыре блюда. Туда идет суп, салат, ролл и лапша. Мы в основном производим 18 видов пиццы. Пицца делается на пищном тесте. Он очень вкусное тесто у нас и покупает каждый днем очень много, очень много заказов, очень много положительных отзывов. Фудкорт – это все-таки ресторан или закусочная? Я думаю, что это место, в которое приходят быстро и бюджетно поесть. Эстет Fashion Week дает возможность как признанным мэтрам, так и молодым дизайнерам смело экспериментировать с жанрами и стилями. Подробности в нашем следующем репортаже. Каждый год организаторы недели моды ювелирного дома Эстет придумывают что-то новое. Волнующие модные показы, концертная программа, мастер-классы, звездные гости и несравненные украшения от гостеприимного ювелирного дома Эстет. Год от года неделя становится более красочной и насыщенной. Ее не зря называют самой креативной неделей моды Москвы, потому что каждый раз рождаются какие-то новые ходы в ее организации, какие-то новые подпроекты внутри этих проектов. Вот, допустим, в этом сезоне мы решили запустить специальный конкурс как для моделей участвующих, причем для детских моделей. И вот вчера состоялось награждение как раз юных деток, опять же, со всех уголков России приехали, это было очень трогательное зрелище, и для молодых артистов. Пятый день международной ювелирной недели моды Эстет Фэшн Уик свои работы показали дизайнеры Стильняшка, Кристина Джоанна, Ирина Шарлау, Ася Акиншина, Джоли Янг, Викантесса. С особым восторгом была встречена коллекция аксессуаров и одежды из резной кожи, ручной работы от Андрея Канунова. Победители Эстет Фэшн Уик 2016 в номинации «Лучшая коллекция одежды». Расскажите о вашей коллекции. Ну, коллекция сделана была где-то, ну, меньше, чем за год, меньше, чем за восемь. Состоит из девяти костюмов, в общем, как традиционно у меня, в общем, все коллекции. В каждой коллекции готовятся, ну, так сказать, двухкомпонентные одежды, это резная кожа и ткань. Тканевая часть, все как бы в едином комплексе, построено по единой композиции. Плюс делается саундтрек, который, ну, насколько это возможно, соответствует. Есть, опять же, маленький момент, что я создаю костюм, и потом я приглашаю девушек, да, девушки, каждая индивидуальность, каждая, они не похожи друг на друга, им предлагается обыграть самим каждый на подиуме свой костюм. То есть, как бы начинается их часть творчества. Мне показался ваш образ каким-то волшебным, можете рассказать о нем? Вы знаете, каждая коллекция, которую создает Андрей, она поистине уникальна. Всегда он видит женщину в качестве королевы, и когда ты надеваешь то или иное платье, тот или иной образ, непосредственно чувствуешь какую-то магию. Быть членом жюри трудно, я бы сказал, даже очень трудно. Почему? Потому что модельеры, конечно, подобраны в эту неделю моды потрясающе интересные, талантливые, и оценивать их работы довольно сложно. Неделя моды эстет – это не только великолепные наряды и умопомрачительные украшения, но и медийные лица в зале, а также звезды на подиуме в роли моделей. В этом году открыл для себя новые имена, как всегда приятно, интересно. Очень много вечерних нарядов в этом году представлено. Красивые, потрясающе роскошные, вот свадебные у нас такие платья. Это, честно говоря, очень много работы, поэтому трудно оценивать. Мне кажется, что все здорово, все круто, красиво. Максим Фадеев впервые за 25 лет вышел на сцену с большим сольным концертом. В Звестия Холл прошел концерт Кати Гордон. Бренд Лего презентовал новые линейки Лего Дупла и Лего Сити Трендс в торгово-развлекательных центрах Рио-Ленинский и Дмитровка. На минувшей неделе в ювелирном доме Эстет состоялся 16-й сезон Международной ювелирной недели моды Эстет Фэшн Вик. Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Катерина Матвеева. Отличного вам вечера!